Приветствую вас. Вы знаете, мне бы для начала хотелось спросить, что есть хороший мужчина? То есть, что вы понимаете под хорошей мужчиной? Вот, какие у вас есть, ну, что из себя представляет хорошая мужчина, по вашему мнению? Потому что хороший мужчина это оценка, на самом деле, это оценка. Это ваши субъективные оценки, а реальный человек это несколько другое совсем. Дальше. На улице уже не подходят и не говорите ходить в кино, на концерты и прочее. Хожу и так. На сайте знакомств пишут любители быстрого секса или тюремщики? Тюремщики. Да, тюремщики это, конечно, ужаска. Ну да, в целом я согласен, что на сайте знакомств познакомиться достаточно сложно. Я одна пять лет исцисковалась по мужчине, но не пойду на быстрый секс. Почему? То есть, тут вам надо определиться, вы либо хотите секса, либо хотите отношения. Если вы исцисковались по мужчине, то почему именно вы исцисковались? По его ласке? Тогда нужен быстрый секс, если по ласке. Ну, я имею ввиду быстрый, в смысле, отношения ради секса. Чтобы снизить напряженность и чтобы вам было легче выстраивать другого рода отношения. Пять лет секса, но не говорите занимать напряг незнакомыми или женатыми, для меня это неприемлемо. То есть, вы хотите секса, получается, но со знакомым и со свободным мужчиной. Знаете, мне кажется, что вы здесь не определились с выбором. То есть, если вы хотите построить отношения, то одно. Если вы хотите именно секса, то другое. И здесь нужно, опять же, сделать выбор. Потому что отношения вы построите пока, да? А болячки, они уже есть сейчас. Не говорите, брат, секс, игрушки, они не погладят и не поцелуют. Согласен. Оцени только реальные и практичные ответы. Они расплывчатые и оторванные от жизни. А вот, опять же, здесь оценка идет у вас. Ваша личная оценка. То есть, кто определяет, какой ответ практичный и реальный, а какой оторванный от жизни. Например, для вас оторванным от жизни будет ответ, допустим, встречаться ради секса. Потому что для вас это неприемлемо. То есть, тут вот тоже нужно какую-то более гибкую градацию, мне кажется, ввести. Отвечая же на ваш вопрос в целом, я думаю, сказать можно примерно следующее. Вам нужно дело, которым бы вы занимались с интересом, вам нужно дело, которым вы бы занимались с душой, и вам нужно дело, которое бы действительно реально вас увлекло бы, которое действительно реально вас затянуло. И на фоне этого дела вы могли бы встретить как раз человека, разделяющего ваши взгляды. То есть, иными словами, того, кто видел бы в вас личность. Пока что, судя по тому, что вы описываете, пока что, судя по той истории, которую вы описываете, я вижу так, что взаимоотношения, выстраиваемые вами, они основываются на чем угодно, но только не на том, что человек, потенциальный мужчина видит в вас женщину. Вот. То есть, у меня возникло такое ощущение, что те мужчины, с которыми вы взаимодействуете, те мужчины, с которыми вы включаетесь, они вас, женщину, вот, не видят. Они не видят, даже не видят вас женщину, они не видят личность. Вот. А это именно то, чего вы хотите, чтобы вас видели личность, чтобы вы смогли построить отношения, серьезные, серьезные отношения, да, в которых бы у вас, ну, там, условно говоря, в которые бы были не на один день, да, не на два и не на месяц, а желательно на всю жизнь. Вот. Для этого нужно, чтобы вас видели личность. Это первое. И второе. Вы почему-то не смогли выстроить отношения с теми мужчинами, которые у вас были. то есть, почему-то вот вы не смогли этого сделать, почему-то у вас этого не получилось сделать. Вот. Я думаю, что это так же, то, что вам желательно преследовать, мне кажется, что это так же, то, что вам желательно изучить, чтобы лучше отдавать себе отсчет в том, что происходит и как. Вот. Потому что, если у вас не получилось построить отношения с мужчинами, вот, то, возможно, имеет место быть некое поведение ваше, которое мешает вам, вот, возможно раскрыть, возможно раскрыть, раскрыть, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Чтобы вас видели именно личность, а не только женщину, там, как вот вы говорите, для быстрого секса и так далее. Вот, вот примерно, примерно, примерно так, я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. То есть, личные отношения, именно личные отношения, предполагают наличие восприятия друг друга как личной личности. Не только как мужчины и женщины, но и как личности. Поэтому мне кажется, что ответить вам можно будет именно так. Другой вопрос, конечно, захотите ли вы разбираться со всеми этими вещами, захотите ли вы анализировать свое поведение, или вы ищете, так скажем, волшебный рецепт, который помог бы решить ваши проблемы. Вот, это уже вопрос несколько другого характера и другого, ну, другого разряда. Вот, но в целом, я думаю, что ответить можно вам примерно так, как я ответил. На этом всё, в принципе, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, надеюсь, что мой ответ вам помог, вот. Значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас. Спасибо. 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 Спасибо.